Всем привет! С вами DigiZen. В этом видео разберем, как перенести анимации персонажей из Mixamo в Unreal Engine и покажу, как можно их объединить в одну. Если ты готов, то погнали! Итак, сначала заходим на сайт Mixamo. Можно выбрать и здесь уже присутствующих готовых персонажей. и придать им заготовленные тут анимации. А также можно в этот сервис загрузить своего персонажа и заанимировать его с помощью присутствующих тут готовых анимаций. Итак, у меня есть вот этот персонаж охранник зомби. Для начала я скачиваю для него T-Pos. Поза Т, да? И потом придаю и скачиваю для него те анимации, которые я считаю, что подходят для моей сцены. Если у вас персонаж не стоит на одном месте, а передвигается, то нужно поставить галочку In Place и после этого только скачивать анимацию с персонажем. Потому что нужно, чтобы анимация персонажа оставалась в нулевой точке. А в самом Unreal Engine с помощью трансформа мы передвинем. Как работать с сервисом Mixamo, как загружать сюда своих персонажей, как здесь делать настройки и так далее и тому подобное, вы можете увидеть на моем канале. Ссылки на эти видео я оставлю в описании под видео. После того, как я скачал несколько анимаций с персонажем, открываю Unreal Engine. Тут у меня есть уже готовая сцена, в которую я буду интегрировать персонажа с анимацией. Далее захожу в Import и сначала я загружу персонажа в позе T в формате fbx, который я скачал с Mixamo. Открывается вот такое окно. Я ничего здесь не трогаю, оставляю все по дефолту и нажимаю Import. Закрываю просто это окно. Внесу появляется персонаж, появляются материалы. Просто переношу персонаж во Viewport. Увеличу масштаб персонажа. По локации все оставляю в ноль. И далее импортирую файлы с анимацией. Выберу вот эти четыре файла с анимацией в формате fbx. Снова открывается вот это окно, но здесь нужно обязательно поставить галочку Import Animation, чтобы программа понимала, что мы импортируем файлы с анимацией. Дальше нажимаю Import. Закрываю это окно. Далее захожу во вкладку Cinematics и добавляю уровень секвенции. Даю свое название, например, ZombieCop. Открывается окно секвенсора. И далее просто перетаскиваю персонажа с этого окна в секвенсор. Тут есть трек с анимацией. Пока у нас нет никакой анимации. Нажимаю на плюс Animation и сейчас мы видим все те анимации, которые я загрузил только что в Unreal Engine. Выберу, допустим, сначала вот эту анимацию. Вот с такой его походкой видим, что он движется на одном месте. Чтобы добавить следующую анимацию, также нажимаю на плюсик Animation и выбираю следующую анимацию. Допустим, здесь анимация, что он просто стоит и его шатает, там, видимо, его ушатало или ушатали. В общем, нехорошо ему. И заметьте, что слой со второй анимации немного заходит под слой с первой анимации. Я это сделал для того, чтобы сгладить переход из одной анимации в другую. Чтобы настроить это сглаживание, я нажимаю на вот эту стрелочку Animation, открывается настройка Weight, вес и с помощью веса сейчас настроим этот переход. Ставлю ползунок примерно в эту позицию. Значение веса в этой позиции будет максимально, это единица. Ставлю ключ, передвигаю ползунок в конец этой анимации, задаю значение веса 0, то есть в конце анимации вес этой анимации будет минимален. И получаю сейчас вот такой вот переход, уже более плавный, но не до конца, чтобы ее сделать более плавной, для этого мы сейчас настроим и вторую анимацию. Ползунок оставляю на начале второй анимации и значение Weight с самого начала ставлю 0. Ставлю ключ, переношу в это положение ползунок и значение веса ставлю единицу максимально, то есть получается, что вес предыдущей анимации у нас уменьшается к концу первой анимации, а вес второй анимации увеличивается к концу первой анимации. И поэтому происходит вот такой вот плавный переход между анимациями. Жаль, что конечно такого нет в Cinema 4D, достаточно простая настройка перехода анимации, могли бы конечно сделать и там. Было бы круто. И чтобы персонаж не топтался на месте, для этого ставлю курсор на нулевой кадр, нажимаю на стрелку трансформации, нажимаю на стрелочку локации и по осям xyz ставлю ключи, перевожу курсор на конец первой анимации и просто передвигаю персонажа вперед. Примерно сюда, но это всегда можно будет еще потом подправить и ставлю также ключи по всем осям. и посмотрим, что получилось и теперь видим, что персонаж передвигается, но все равно где-то идет проскальзывание. Чтобы не проскальзывал, я увеличиваю значение по оси x. Посмотрим сейчас, что получается. проскальзывание уменьшилось. увеличу еще. вот так меня больше устраивает. далее добавлю еще одну анимацию вот такую вот развязанную походку и также нужно сделать здесь плавный переход в этом положении оставляю вес единицы, ставлю ключ, перевожу курсор в это положение убираю вес в ноль и соответственно переход в следующей анимации делаю от нуля до единицы то есть увеличиваю вес следующей анимации и посмотрим, что получается вот первая анимация он идет, вторая анимация его шатает и третья анимация развязанная походка. отлично далее можем добавить камеру и получается вот такой вот результат вот таким образом можно переносить и объединять анимации персонажа скачанные в сервисе Mixamo в Unreal Engine если видео было тебе полезно, то не забудь поставить лайк подписывайся на канал, будет много чего еще интересного и полезного всем удачи, с вами был Digy Zem до новых встреч! до новых встреч! до новых встреч! до новых встреч!